приветствую вас в классе изотопер x advanced 8 версия быстрый старт здесь я разберу каждый модуль не вдаваясь глубоко в какие-то детали на самом деле они есть я их разбираю на курсе но для большинства задач достаточно базовых знаний модулей и чтобы понимали какой модуль для чего используется расскажу про автоматический вариант реставрации я имею ввиду repair ассистент разберем утилиты как записать по ходу я буду рассказывать и показывать разумеется ключевые элементы интерфейса что за чего что для чего как удобнее какие-то моменты сделать чисто из практики уже из опыта поехали начну с настроек идем preferences вкладочка аудио тип драйвера на маке это всегда core audio на windows это может быть asio vdm mme в общем тот драйвер который будет работать и который будет видеть все ваши устройства что за устройство это устройство входа устройство выхода в качестве устройства входа у меня может быть микрофон звуковая карта ну и у вас разумеется например внешний usb микрофон или микрофон подключен звуковой карте либо вообще микрофон не знаю какой-нибудь встроенный микрофон или подключенный в материнскую плату то есть он выбирается здесь устройство входа и устройство выхода чтобы мы слышали собственно что мы записали больше можно ничего не делать я не буду каждую вкладочку разбирать в классе потому что это затянется для этого есть курс да если прям уж углубиться но единственный момент еще здесь это размер буфера если у вас очень слабенький компьютер и мы открыли там два три модуля и всех хрипит хрустит мы его размер буфера имеется ввиду увеличиваем ну поставьте там 1024 4096 вот если по умолчанию все отлично что будет в большинстве случаев то мы просто ничего не меняем работает и хорошо нажимаем ok и давайте сразу запишем какой-либо файлик потому что rx8 это софт посвященные реставрации его можно использовать нестандартно для саунд дизайна например да этому посвящено целое занятие на курсе и помимо того что мы можем обрабатывать файлики которые мы сюда добавляем мы можем их записывать сюда давайте запишем нажмем вот сюда в левой кнопочке левой кнопочкой мышки на кнопку записи пусть это будет тест рак sample rate 44 100 в данном случае вы выбираете тот который вам нужен если для видео например 48 часто используется килогерц конфигурация каналов моно потому что мы записываем на фонический источник нажимаю ok что произошло программа создала файлик но запись еще не пошла тайм-код стоит на нуле слева внизу чтобы стартовать запись я нажимаю пробел и даже кнопка остановить запись вот теперь уже запись пошла вот 1 2 3 4 5 6 7 и если вы хотите слышать то что вы говорите или то что вы записываете мы можем нажать кнопочку мониторинга либо option айнама на windows alt ай и я вижу сразу здесь индикацию до что отображается уровень входа нажимаем стоп вот он наш записанный файл мы его можем не только записанное вообще все содержимое которое мы сюда добавили мы можем увидеть в двух вариантах это стандартный в форм и если я вот так вот внизу буду менять вот этот горизонтальный ползунок я переключаюсь в режим отображения сонограммы так называемый он позволяет увидеть буквально увидеть гораздо больше чем нам может показать в форм режим он тоже нужен да полезен ну здесь мы можем увидеть например динамику пики и так далее ну здесь например видно что это шипящее да но здесь нет детализированного вот этого видео ряда по частотам как здесь вот вот это шипящее вот я возьму инструмент лассо вот она ее прям видно видно в каком диапазоне частот она сосредоточена как это видно куда я смотрю вот она шкала частот вот она амплитудная шкала рядом и шкалу частот мы можем всегда сфокусировать на том частотном участке который мне в данный момент больше необходим например я хочу работать детально видеть высокие частоты я переключился в режим как переключил с правой кнопкой на шкалу frequency scale переключаюсь в линейный режим и и режимы ниже как бы меняют фокус начинает высоких частот к низким частотам логарифмический режим более детально отображает мне низкие частоты все просто то есть зависимости от того с каким диапазоном вы хотите работать вы фокусируетесь на нужном также мы можем zoom out full ну если вы к примеру колесиком вот так вот зумировали зумировались и запутались вообще идея нахожусь да просто правой кнопкой zoom out full мы видим весь частотный спектр и также я могу отобразить piano row это бывает полезным если мне необходима привязка частот каким-то нотам ну если какой-то музыкальный материал например вот как сохранить ну допустим давайте я выберу режим extended lock допустим ну тут никаких особых проблем то и нет большому счету ну какие-то щелчки вот их видно да здесь вот они alt i щелчки мышкой и я вижу вот вот щелчок и я вижу достаточно и такой яркий кроме щелчков никаких особых проблем здесь нет мы их можем убрать соответствующим модулем об этом дальше и допустим я хочу сохранить файл идем файл экспорт либо command е control е на windows соответственно выбираем нужную битность нужный формат нажимаем ok выбираем куда сохранить так он у меня открылся в другом окошке а он у меня вообще свернулся ну всегда можно восстановить текущую сессию файл экспорт куда хотим сохранить вот с тем же именем как мы создавали файлик и сохраняем этот файл вот у меня на жестком диске тест трек этот файлик есть давайте закрою теперь и rx мне предлагает сохранить файл либо сохранить проект давайте я сейчас покажу я не буду сейчас ничего сохранять я добавлю через open файл либо просто перетащив сюда вот сохраненный мой файлик и после всех изменений я могу сохранить проект например я сейчас внесу какие-то изменения включил гибающую гейна уровня ну допустим очевидно да что я внес изменения вот и хочу сохранить не просто аудио файл а документ либо проект программы rx8 для этого сохраняю как документ вот тест rxdoc rxdoc позволяет мне вернуться вот я открыл этот проект и я допустим передумал вносить какие-то изменения и те изменения которые не деструктивны которые не прошиваются в файлик да я могу изменить а к примеру давайте еще просто от балды какие-нибудь модули сейчас применим вот так вот они все изменения отображаются в истории то есть я могу к примеру сохранить это как проект просто command s закрыл программу полностью открыл опять проект да не файлик в вав там mp3 а именно проект вот они все изменения остались я могу вообще откатиться назад в любой момент открыв проект вот в этом вся разница вот этот звездочка говорит о том что я внес изменения но не сохранял файлик или проект все то есть записали сохранили отлично и начинаем с repair assistant и сверху вниз я буду проходиться по модулем поехали первый наш модуль ну точнее не модуль а функция она называется repair ассистент да то есть допустим я закинул какой-то файлик или записал какой-то файлик а давайте мы даже не важно стерео моно clip gain я пока отключу чтобы он просто не отвлекал включаю ассистент что я буду обрабатывать музыка диалог или еще что-либо да может быть смешанный там какой-то материал послушаем что есть изначально get wrapped up and involved and concentrating on what we're doing get wrapped up and involved and concentrating on what we're doing вот то есть я накопил какой-то материал очевидно что это речь и там какая-то что там шум улица непонятно но в любом случае я в данном случае выбираю диалог нажимаю start analysis он анализирует на клипинг на искажение на щелчки на какой-то гул да хам на дополнительные шумы какие-то ненужные и выдает нам ну некий какой-то результат в виде трех вариантов обработки мы их можем сравнить с оригиналом то есть оригинал вариант 1 второй если я мышку оставляю он мне показывает какие модули применяются второй третий вот этот самый чистенький относительно остальных оригинал чуть побольше шумит конечно я могу применить нажав на соответствующую кнопочку и выбрать насколько сильно да вот он видите вот так сейчас сделаю то есть меньше применить сила воздействия либо больше вот я выберу больше и нажму render к примеру он мне применяет эти модули прям подряд get wrapped up and involved and concentrating on what we're doing в истории repair assistant который мы можем развернуть и посмотреть какие модули были применены либо откатиться назад да то есть было стало ну шума гораздо меньше это очевидно либо я могу отмениться выбрать какой-то другой вариант открыть понравившийся мне вариант как модуль чейн модуль чейн это цепочка модулей вот он вызывается здесь по сути это один или больше модулей которые последовательно обрабатывают наш звук мы можем менять их расположение можем отключить включить каждый можем посмотреть настройки и отрегулировать их дополнительно как нам надо можем уточнить ну к примеру вот этот модуль мы хотим применить не на всем частотном спектре а на каком-то его участке к примеру от 100 герц до тысячи герц то есть вот в этом участке он будет применяться данный модуль могу удалить модуль могу сохранить или загрузить пресет уже готовый то есть по сути это пресет который включает цепочку модуля вот вы можете создавать сами пресеты ну давайте сразу покажу это везде одинаково добавить пресет допустим применил какую-то обработку включу дополнительную полосу и сохраняю это как новый пресет пишем имя lc допустим enter и вот он у меня в списке готов мы можем импортировать пресет и экспортировать пресет если на другую например машину на другой компьютер мы хотим их скинуть и и и и и и и Продолжение следует...